Девятые спортивные состязания оленеводов Неницкого округа Саминхат-Мирета, самый быстрый, прошли в Наринмаре. Местом в заездном стала Качгартинская курья. В программу внесены гонки на лених упряжках. Тройной национальный прыжок метания тензея на дальность и прыжки через нарты. В день проведения гонок погода предпонесла всем участникам сюрприз. Плюсовая температура играла на руку, а вот мокрый снег, а местами и талая вода, которая образовалась на льду, стали дополнительным препятствием гонки за звание самого быстрого. Среди участников 48 оленеводов и чумработниц. В Наринмар на своих оленях приехали как постоянные участники соревнований, так и новички. Среди них лучшие представители оленеводческих хозяйств СПК ЕРФ и ХАРФ, семейно-родовых общин ВТУ, Янтут и Нерута. Девятый раз Наринмар объединил оленеводов и чумработниц из разных уголков Неницкого автономного округа. У нас не принято называть оленеводство просто отраслью хозяйства. Мы знаем, что это образ жизни коренных малочисленных новородов Севера, тех, кто без выходных и праздников живет и работает в тундре. Поэтому национальный праздник Семенхат Миритас смело можно назвать не просто спортивными состязаниями, а конкурсом профессионального мастерства. Вот уже пятый год свое профессиональное мастерство показывает Дмитрий Вылка, представитель СПК ЕРФ. Считает, что для победы нужны хорошие олени. Самое главное – вожак. Самое главное. И самое главное, чтобы подобранные пилеи были. От этого зависит вся гоночная стресса. Адреналин, считаешься. А так обучаем мы их годами. Два-три года обучаем, чтобы их десантировать, чтобы на этих гонках он участвовал. Показывать мастерство ездовых оленей участники будут чуть позже. Прежде чем вывести упряжку на старт, каждому участнику соревнований нужно испытать себя в национальных видах спорта. Перед началом – инструктаж. Никто не меняется. Попытку начал. Отметал? Отметал. Три попытки. Да. Там уже, если будет одинаково количество очков, мы уже подходим к участнику и говорим, у тебя, у тебя, у тебя одинаковое количество очков. И вы начинаете один, начинаете перекидывать опять. Так, до первого, второго, третьего места. Согласны? Согласны. Все. Прыжки через нарты. Нарты. Нет, двигаем. Явно на полметра. 5 сантиметров, 10 сантиметров, все допустимо. Если я на нарты на полметра ушла, вы еще остановились. После этого результат больше не засчитывается. Соревнования по северному многоборью начались с тройного национального прыжка. В этом виде победителем стал Владимир Литков из СПК ЕРФ. Затем спортсмены приступили к прыжкам через нарты. Это очень сложная дисциплина, тут требуется выносливость и сила. И здесь лучшим стал представитель ЕРФа, Владимир Вылка. И, наконец, любимый семи вид – метание тензея на точность. В этом году тензей забрасывали на головки нарт. Самым метким оказался Иван Литков, оленевод из СПК ЕРФ. В этом году из соревнований исключили бег у мужчин и женщин. Отказались организаторы от метания топора. Это очень технически сложный вид, для которого нужна большая площадка. Топор иногда улетает за 150 и за 200 метров. Качгартинская курья хоть и большая, но для безопасности зрителей эту дисциплину решили убрать из соревнований. После обязательных соревнований в национальных видах участники стали готовиться к самому зрелищному этапу соревнований – гонкам на оленях упряжках. Как правило, победители сразу вырываются вперед. Причем первых от вторых отделяют считанные метры. Но случаются и казусы. После мужских отборочных заездов на трассу вышли представители слабого пола. В женском заезде 8 участниц. Они наравне готовы состязаться с мужчинами, несмотря на то, что в заезде не все зависит от человека. Каждый заезд определил по два лучших гонщика, которые встретились в финальном заезде. Самым быстрым стал представитель семейно-родовой общины ВТУ Андреев Тысый. Главную награду соревнований и звание самой быстрой получила Екатерина Литкова, чумработница из СПК ЕРФ. Победители гонок на оленях упряжках получили заслуженную снегоходную технику, а победители в национальных видах спорта – оргтехнику. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.